Мы сейчас находимся на гаражах, где был обнаружен склад оружия и боеприпасов. Расскажи, пожалуйста, что случилось, как вы их обнаружили? У нас был разработан пласт по тем сигналам, которые поступали от жителей и не только, о том, что в гаражах появляются люди подозрительные, кто-то кого-то не знает. Ну и нами были приняты меры для того, чтобы это дело все пресечь. Совместно со всеми подразделениями и МГБ, и комендатура, и полиция, и ГБР, с всеми нами вместе был разработан план по разработке гаражного кооператива. Начали конкретно вот с этого. Он называется... Как он называется? Валек 2. И буквально, наверное, на 20-м гараже мы наткнулись на все вот это. Надо искать. Надо еще искать. В этом гараже, который был продан, вниз шли лесенка, и там были две двери железные, за которыми хранилось все это богатство, доставленное нам, доставшееся нам по наследству. Это все, что было обнаружено? Да, это все, что было обнаружено именно конкретно в этом гараже. Этот план мероприятия только начал, вступил в действие, то есть с каждым днем мы будем прочесывать все новые и новые территории, защищать полностью все кооперативы. Андрюх! Будем работать по профилактике всего, что только можно. Сейчас нам расскажут, что это было за оружие, поскольку я, как не военный, не смогу рассказать за все это оружие. Расскажи нам, пожалуйста, что это за оружие. Показано. Показано. Здесь еще винтовка ЧЗ, еще с бесшумником. Американская, да? Нет, это чешская, проживая, чехословацкая. Вон к нему патрончик есть, целая куча россыпи он лежит. А, вот эти, да? Вот такие маслятые. Вот он. Она стреляет бесшумно, да, получается, с этим? Да. Звуковой патрон, глушитель есть. А, это еще специальные, да, патроны? Они сами посетят. Пинтовочка очень хорошая. Можно работать как снайпер. Очень даже лучше эффективнее, чем со свитой. Вот, вот этот малыш мне понравился. Вот этот. Что это? Это скорпион украинский. Украинский. Патрон стандартный, макаровский. Подмакаровский, да? Да. Где еще один макару? Там, где добавлялся. А, вот это, да? Да. Это похоже, как для Рейдера, Германия. Так, это будет мое. Такого мне надо. Хорошая линтовка. Мне вот это надо. Ну, да. Очень хорошо. Так, а где американское оружие? Вот смотри, какие. Ну, вот это все линтовки. В принципе, они охотничьи, промысловые. Ну, очень точные, с хорошими стволами. Дорогие. Бумаги нет, можно бланкос провести. Никто не их здесь не черканет. То есть колебания практически не будет. Можно произвести очень точные места. Намного эффективнее использовать, даже, чем и с колесом. Кстати, везде оснащены прицелами бушнель. А что это за прицел? Именно для снайдера. То есть не дешевый. Дорогие, да? Да, очень дорогие. Именно только человек, который знает, что использует. Да, где? Так. Тюнингованные магазины. Американские. Под ножи оружия. Вот это облегченная. Тапка фирма. Ну, 7,62х39. То есть обычный АКМ. Вот пистолет. Тоже вот он с тюнинга. АКМ тоже тюнингован. То есть по-любому кто-то, кто знал, для чего и как. То есть облегченный. Да, да. Да, да. Ух ты, как. Так он легенький. Конечно. Вот еще есть целевые патроны, да? Да, че, да. 7,62х54. Но это не СВДшник. Это охотничек. А, ну охотиться можно уж и на людей у нас. Вот они. Все. А8х57. Вот это вот. Честно говоря, затрудняется дверь. Но это не нашего образца. Да, это сопровождение. Что еще? Есть у нас имеется СВТ. Но это эхо войны. СВТ. С какого воображения? Ну, разное. Ну, это военное. Даже чешское. Чешское. Внутри Кевлана. Там сотня, ну, сколько властей. Ну, у нас. Состорон. Да. Готов по бегку. Нет, состояние, кстати, ее нормально. Отличное. Состояние отлично. Там, за это же... Она сделана, где у нас будет? На базе Калашни, там, из-за того, что толстый ствол. Это хорошая снайперская колебания ствола. Ты расскажешь? Да, на шуту на стволе. Смотри. Толстенный ствол. То есть эффективнее можно, опять же, использовать, чем СВТ. А вот это, что он даёт. А ну, на меня, найдите. Вот это Килларовый бронник. Лёгенький. Вот, европейский. С крытого ношения. СБУшники такие используют. СБУшники используют. Ну, это европейский. Пятый класс. Пятый класс защиты. Нехрена себе. Да, хороший класс. Это должен получить я. Ага, я все я. Пятый класс. Все, влажно. Это должен получить я. Я путь из него. Пасть, нет. Пятый класс. Ну, а остальное, все, кавашки. Пятый класс. Какую-то пасть. Это либо там, он. Это либо там ящик. Да, да. Да, да. Это калаш, просто дурник прикрученный такой. Ага, калаш хитрый, да? АКМ, 7.62. Переделанный калаш, как вы видите. Доработанный. А, доработанный. А вот это все забыли. А что, скорпионы в Украине изготавливают? Да? Да? Это украинское оружие. По стакартным, а в пакете. Держите. Под Махаковский? 9 на 18.